Здравствуйте! В эфире «Капитал» программа о деньгах и финансах. В студии Евгений Македрюк. Смотрите в этой программе. Куда амурские власти решили потратить 1 миллиард сэкономленных средств? Какие изменения ждут бизнесменов, занимающихся продажей алкоголя? Сколько доходов будет приносить области Нижнебурейская ГЭС? И почему для уплаты налогов теперь необходимо вносить данные ИНН? Более подробно об этом и не только в ближайшие 10 минут. Амурские власти решили, как потратить 1 миллиард рублей. Речь идет о сэкономленных деньгах, которые появились в бюджете благодаря замене коммерческих кредитов государственными. Предложение по распределению средств озвучил глава региона. Депутаты его поддержали на сессии законодательного собрания. Изменения приняли сразу в двух чтениях. Губернатор Александр Козлов предложил направить 157 миллионов рублей на выплату компенсации расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам. Это не считая уже предусмотренных на эти цели 167 миллионов. Также более 30 миллионов направили на выплату регионального материнского капитала. Это позволит существенно закрыть задолженность перед гражданами, образованными в 2015 году. За счет этих дополнительных срез помощь на улучшение жилищных условий получит 115 многодетных семей. Это все заявки 2015 года и первый квартал 2016 года. И компенсацию по уплатечным платежам в этом случае получат более 3000 амурчан. Вторая сфера, куда пошли дополнительные средства, коммунальная. Так, деньги предусмотрели на поддержку предприятия коммунальной системы БАМа, строительство двух 24-х квартирных домов в микрорайоне Таежный, на подготовку предприятий области к предстоящему отопительному сезону и так далее. Депутаты в двух чтениях с изменениями в бюджет согласились. Тем временем Александр Козлов отметил, в мае в региональном правительстве планируют провести работу по подготовке поправок в областной бюджет на второй полугодие. Это позволит скорректировать финансовый план Амурской области. Сделают это тогда, когда налоговая инспекция предоставит необходимые уточненные данные по налоговым поступлениям. Продажа алкоголя в вечернее время продлят до 21 часа. Такое решение было принято на заседании Амурского законодательного собрания. Кроме того, депутаты одобрили и ряд других существенных поправок в этот широко известный и спорный законопроект. Наша съемочная группа работала вместе с народными избранниками. Все подробности у Анастасии Петраж. Вопрос об изменении в антиалкогольное законодательство оказался одним из самых интересных и спорных на этом заседании. Не избежав жарких дискуссий, депутаты все же приняли поправки в двух чтениях. В итоге теперь будет продлено время продажи алкоголя. Так, в торговых точках, которые находятся в жилых домах, горячительные напитки разрешат продавать до 21 часа. В свою очередь в кафе и ресторанах, находящихся в отдельно стоящих нежилых зданиях, торговать алкоголем можно будет до 11 вечера. Кстати, еще в первом чтении положение об увеличении времени продажи спиртного вызвало немало споров. Игорь Геннадьевич, вот хотелось бы сразу поправить, конечно, у нас не самые ранние сроки запрета на продажу. В Чечне, к примеру, там утром всего один час или два продажа идет. А дальше пользуются, не знаю, какими напитками. Ну, а другой, не много ли сразу на 4 часа продлять? На самом деле, продлить время продажи – мера необходимая, пояснил докладчик Игорь Горьевой. Еще в начале своего выступления министр отметил, изменения в антиалкогольный закон понадобились по двум основным причинам. Во-первых, ограничение времени реализации спиртного до 19 часов привело к бурному росту нелегального рынка алкогольной продукции и контрафакта. Так, официальные продажи алкоголя упали с 900 тысяч декалитров до 600. Как следствие, распространение получило продажа спиртосодержащих жидкостей. Во-вторых, выросло число пивнушек, бывших магазинов, которые переделали под закусочные. Также депутаты решили позаботиться и о покое жильцов тех многоэтажек, на первых этажах которых расположились эти самые пивнушки. Мы предлагаем запретить разливное пиво в магазинах и общепите, то есть в любых заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов. Итак, с прилавков пивных магазинов, которые располагаются в жилых домах, разливное пиво все же исчезнет. Еще одно нововведение – запрет продажи алкоголя в магазинах и закусочных, вход в который расположен со стороны жилых подъездов или выходит на детскую площадку. В этом случае у предпринимателя останется два выхода – либо закрыть продажу алкоголя вообще, или сделать другой вход. Поправки в антиалкогольный закон вступят в силу с 1 июня 2016 года, но не исключено, что в дальнейшем будут внесены еще какие-либо дополнения. Мы предполагаем, что теневой алкоголь, который все-таки имеет место быть после 19.00, он так или иначе прекратит свое существование. И третий момент, который хочется отметить – это будут введены ограничения по реализации слабоалкогольных и безалкогольных энергетических напитков. Кстати, поправки в антиалкогольное законодательство выносили на публичное обсуждение. В итоге учли мнение не только депутатов, но и предпринимателей, а также общественников. Как в действительности сработает нововведение, покажет время. До 1 июня не так долго. В областном правительстве очередные кадровые назначения Игоря Горевого утвердили в должности министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства. Он занимал этот пост и ранее, с 2011 года. Также на пост министра экономического развития Амурской области назначена Светлана Балова. С 2010 года она работала в правительстве Амурской области, занимала должность начальника управления программно-целевого планирования, замминистра экономического развития при Амуре, исполняла обязанности министра. Кроме того, губернатор Амурской области Александр Козлов назначил начальником областного управления госзаказа Светлану Прохорову. Ранее она работала заместителем начальника управления. Нижнебурейская ГЭС готова более чем наполовину. Ее энергии ждут космодром Восточный и Большие стройки, а также люди, живущие вдоль реки Буреи. В выходные на строящийся ГЭС побывал губернатор региона Александр Козлов и представители Русгидро. Они оценили ход работ. Вместе с ними на гидрообъекте побывала и Мария Красилова. Только экскаваторы можно было увидеть здесь еще год назад. А сейчас уже понятно, как будет выглядеть вся Нижнебурейская ГЭС. Высоту она 40 метров. Ее заявленная мощность 320 мегаватт. Это примерно в 6 раз меньше, чем Бурейской. На данный момент бетонное основание плотины готово более чем на 90%. За ним будет еще грунтовая часть плотины. Ее здесь не видно, но она готова на 15%. Вообще же ГЭС должна выйти на полную проектную мощность в конце 2016 года. А полностью объект сдадут в 2017. В машинном отделении собирают и монтируют первые два агрегата. Еще два установят к декабрю. Некоторые работы проводят под куполом, чтобы было минимум пыли. Тем временем журналисты обступили Андрея Диденко. Он построил уже не одну ГЭС. И про агрегат знает все. Собирается он в Санкт-Петербурге. На двух заводах электросила и ЛМЗ. Это заводы концернно-силовые машины. Это рабочее колесо агрегата. Как нам рассказали, оно будет вращаться 100 раз в минуту. А это ротор. Он весит более 300 тонн. Собраны полностью агрегат 520. Высоту будет больше, чем пятиэтажный дом. Спроектирован он так, чтобы ни капля масла не пролилась в реку. А сама ГЭС так, чтобы эта река не вышла из берегов. Для населения, которое ниже течения реки находится, плюс это, так как эта станция сдерживает паводки, которые были в 2013 году у нас здесь. Если бы была эта станция, такого паводка большого бы не было, естественно. Новая гидроэлектростанция будет не такой мощной, как Бурейская. В каскаде ГЭС она контррегулирующая, то есть помощница первой. Она будет пропускать больше воды и регулировать ее уровень на протяжении реки. Дело в том, что четыре агрегата нижнебурейской ГЭС по мощности равны одному агрегату Бурейской ГЭС. То есть эти поменьше, компактнее, но два агрегата этой ГЭС пропускают столько же воды, сколько один агрегат Бурейской ГЭС. Когда Нижнебурейская ГЭС будет готова, Бурейскую, то есть ту, что находится выше по течению, наконец можно будет запустить на полную мощность. Без Нижнебурейской этого сделать было нельзя, потому что близлежащие поселки бы просто затопило. В офисе Росгидро под Новобурейском проходит совещание при губернаторе Амурской области. Некоторые его участники встретились воочию впервые. Все знакомы, только по телефону. Руководители Росгидро отчитались Александру Козлову о ходе стройки и обсудили вопросы затопления ложа ГЭС. Сейчас решается, какое российское министерство будет платить за вырубку леса в зоне затопления, а также за перенос кладбища и скотомогильника с этой территории. Кто будет финансировать работы, нужно определить в течение нескольких месяцев, чтобы не сорвать срок сдачи объекта. В настоящий момент времени на объекте освоено чуть меньше 20 миллиардов рублей. Готовность проектная сейчас составляет больше 55%. Мы собираемся в районе конца апреля осуществить перекрытие непосредственно самого русла реки. Перекрытие русла реки означает готовность плотины. Это знаковый момент стройки. В том, чтобы всю гидроэлектростанцию сдали в срок, заинтересованы все. Мы будем постоянно мониторить ход стройки, потому что он для нас очень важен. Во-первых, это выработка электроэнергии, за которую мы получаем бюджет области, доходы и налог на имущество. И это порядка 850 миллионов рублей, которые мы ожидаем после сдачи объекта в эксплуатацию. Сдача Нижнебурейской ГЭС нужна не только амурскому бюджету. Энергию, которую даст весь каскад гидроэлектростанций, ждут самые большие стройки страны. Космодром и два газопровода. И ряд действующих амурских предприятий. Мария Красилова, Андрей Цветков, Первый областной. В строительстве газопровода «Силы Сибири» будут участвовать дальневосточные энергетики. К такому решению «Газпром» подтолкнули амурские власти. Минэнерго России провело совещание, в нем принял участие и губернатор Амурской области Александр Козлов. Дальневосточная распределительная сетевая компания ДРСК должна принять участие в большой стройке. Это не только даст новый толчок развитию предприятию, но и поспособствует пополнению амурской казны за счет налогов, которые будет платить ДРСК со своей прибыли. Мы убедили всех о том, что наша компания, которая зарегистрирована на Дальнем Востоке, здесь обладает мощностями и с профессионализмом, может сделать эту работу во много раз дешевле, что также влияет на тариф образования. Амурским госслужащим запретят иметь банковские счета за рубежом. Это предложение обсудили в законодательном собрании на заседании Совета председателей и представителей органов муниципальных образований области. Первый вопрос, который был рассмотрен на Совете, о противодействии коррупции. Он напрямую связан с последними изменениями некоторых федеральных и областных законов. В частности, новые изменения определяют категории госслужащих самой высокой и низкой коррумпированностью, а также предусматривают проведение профилактических мероприятий по противодействию коррупции. Одно из них – это запрет чиновникам, в том числе и муниципальным служащим, а также и семьям, и родственникам иметь счета в иностранных банках. Это и вопросы противодействия коррупции, законодательству в области противодействия коррупции, как оно реализуется на местном уровне, какие есть проблемы в реализации этого законодательства и что необходимо поправить нам либо в областном законе, либо с какими инициативами выйти на федеральный уровень. Кроме этого, на совещании говорили и о контроле финансовых потоков и их распределении в муниципальных образованиях области. Эта тема актуальна особенно для вновь образованных территорий. Как показывает практика, сегодня на местах не хватает опытных финансистов и экономистов. Готовить кадры по предложению депутатов Заксобрания будут в вузах Преамурия. Не стоит сегодня покупать дорогие билеты, ехать в какие-то центральные города России, чтобы повышать свою квалификацию. У нас достаточно грамотные преподаватели на экономических факультетах работают, которые смогут очень достойно изложить слушателям эти вопросы. С сегодняшнего дня действует новая редакция оплатежных поручений. Отныне обязательным является указание ИНН при самостоятельной оплате налога. Изменения связаны с переходом Центробанка на автоматизированный учет платежных поручений. Для этого и нужны более точные данные от налогоплательщиков. Если ранее при оплате налога можно было ограничиться лишь паспортными данными, то сегодня в обязательном порядке требуется ИНН. В случае незаполнения этой строки процедура идентификации налогоплательщика будет невозможна. В результате начислится задолженность и пеня за несвоевременную оплату. Амурские парламентарии выступили за то, чтобы не закрывать экономический факультет Дальгау. За поддержкой к депутатам Заксобрания обратился ректор вуза Павел Тихончук. Председатель Законодательного собрания Константин Дьяконов отметил, сельское хозяйство – особая отрасль, и экономисты, которые задействованы в агропромышленном комплексе, должны иметь профильное образование. Депутаты тоже отправили соответствующее обращение в Министерство образования и науки России, а также планируют направить письмо и в Министерство сельского хозяйства. Те аргументы, что можно любого экономиста взять с экономическим образованием, поставить в колохоз и пускай он там работает, не имеют под собой основы. Потому что есть специфика, которую необходимо изучать, знать – это те науки, которые непосредственно изучаются в рамках агропромышленного комплекса. Поэтому, я надеюсь, депутаты нас тоже и все поддержат. Выпускники Медицинской академии выбирают Преамурья. На днях подвели итоги работы комиссии по трудоустройству новоиспеченных врачей. Участие в ее работе приняли около 50 руководителей, представители медицинских организаций Преамурья и других регионов Дальнего Востока. Их задача заключалась в том, чтобы привлечь к себе молодых врачей интересными предложениями. К примеру, возможностью профессионального роста, комфортными условиями работы и проживания, суммой подъемных или иными перспективами. Итоги работы комиссии показали, что наибольшее число выпускников Медицинской академии пожелали работать в Амурской области. При этом в города и районы намерены приехать 13 врачей-педиатров, дефицит которых особенно остро ощущается в сельской местности. На втором месте по популярности – остров Сахалин. Пополнится амурскими специалистами медицинской организации и других краев и областей Дальневосточного региона. Этим летом амурские студенты смогут поработать в Крыму на объектах Крымской фруктовой компании. На заработки туда отправится сельскохозяйственный отряд. Его сформируют по результатам конкурса среди студенческих отрядов России. От Преамурья уже есть 20 желающих. С июня по октябрь ребята смогут поработать во фруктовых садах. Студенты будут собирать персики, абрикосы, яблоки, черешню и вишню. Но попасть может не каждый желающий. Отбор будет строгий. Попасть в ряды аграрного отряда смогут только те, кто уже где-то отработал не менее одного трудового семестра. Сейчас представители амурского отделения российских студенческих отрядов решают организационные вопросы. По условиям сотрудничества организаторы оплачивают проезд только в одну сторону. На этом выпуск завершен. Напоминаю, смотреть выпуски Капитала вы всегда можете в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. Ну а пересматривать наиболее понравившиеся выпуски в социальных сетях на страничке Первого областного канала в Фейсбуке либо Одноклассниках или на сайте amurobl.tv и portamor.ru в разделе ТВ-проекты. Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова